Итак, друзья, давайте с вами попробуем, ну, так сказать, пройти вот этот вот путь, который проходили наши с вами, хотел сказать, предки. Ну, продюсеры, которые создавали первые записи при помощи сэмплирования, хип-хоп-продюсеры, техно-хаус-продюсеры, неважно, все изначально пользовались одной техникой, которую постепенно совершенствовали, усложняли, улучшали, обогащали и так далее, и так далее. Ну, начиналось все с простого, с простого так называемого лупинга, то есть брались лупы, брался драм-луп, брался луп сэмплов, и, в общем-то, он копировался, растягивался на несколько минут, и таким образом получался трек. Сверху этого трека могли играть на музыкальных инструментах, могли читать, петь, ну, и так далее, и так далее, делать, в общем-то, все, что угодно. Он становился основой. Ну, вот, в качестве основы я решил использовать барабаны и пару сэмплов. Такой вот драм-луп, простой, незамысловатый, срезанный из пластинки. Вот таким вот образом он звучит. И, собственно, мы из него сделаем так называемую ритмическую основу нашей музыкальной композиции. Чуть-чуть подправим его, немножечко так, как он живой, естественно, барабанщик живой человек, не везде он попадал в ритм четко. Мы эти моменты подправим. Опять же, подправим немного, без, так сказать, фанатизма. Ну, посмотрим, что у нас из этого получится. Темп основной проекта я решил взять 100 ударов в минуту, пусть будет такой средний, бодрый. Ставим метки в начале и в конце нашего такта, здесь он заканчивается, соответственно, сюда все приходит. Ну, я думаю, даже, может быть, и достаточно. Еще чуть-чуть буквально подправим. Слишком это все сильно редактировать не будем, так как не хотим превращать наш живой драм-луп в такой статичный, неинтересный. Вот, получилась вот такая вот штука. Давайте мы его, из него сделаем квадрат, так называемый, четыре такта. Вот так. И сделаем луп на этих четырех тактах. Прекрасно. Дальше. Дальше у нас есть сэмпл. Сэмпл темы из Клеопатры Джонс, Blacksploitation, саундтрека 73-го года. Звучит он вот таким образом. Ну и так далее. Также его немножечко подправим. Сделаем его... Привяжем его к нашему ритму чуть более четко. Чтобы он у нас звучал более ровно. Так это звучит вместе с барабанами. Ну и так далее. Получился у нас такой вот луп. Давайте сделаем из него не один квадрат, а два. Чуть его удлиним. То есть он у нас будет вот таким. Ну и соответственно наш драм-луп так же сделаем. Получается у нас такие вот два такта. Точнее четыре такта. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И в общем-то вот таким вот образом создавалось огромное количество записей. Farsight, Passing Me By, можете послушать. Был взят драм-луп из School Snaps. И был взят луп из Quincy Jones трека Summer in the City. В общем-то один был подложен под другим. И получался такой вот луп-пейст, что называется, production. Затем музыканты стали использовать динамическую обработку, стали пользоваться эквалайзерами, фильтрами и прочими-прочими вещами для того, чтобы придать некой большей, большую динамику, большую вариативность своему продакшену. Что это значит? Ну, например, мы хотим выделить бас в нашем сэмпле. Или же мы хотим наоборот убрать все, что нам не нужно. Различные звуки, вот как в данном примере звуки скрипок, звуки клавишных и прочие-прочие, какие-то звуки ударных. Оставить только бас. Делалось это и делается, в общем-то, по сей день при помощи фильтров. В Ableton это называется автофильтр. На сэмплерах это была просто ручка фильтра, который настраивался или же не настраивался. Мы просто его крутили, отфильтровывали либо высокие частоты, либо низкие. Здесь мы воспользуемся low-pass фильтром и отфильтруем все, что у нас выше, наверное, где-то 100-120 Гц. Давайте послушаем, как это все звучит. Ну, и фактически у нас остались барабаны и бас-гитара. Ну, при помощи автоматизации мы можем эти элементы варьировать. То есть, допустим, первый квадрат у нас играет наш сэмпл в своем, так сказать, первозданном виде, а во втором квадрате мы включаем фильтр. Вот таким вот образом. Ну и, собственно, опять же, получается у нас такая вот вариативность. Можно это назвать куплет-припевом. Можно называть как угодно. Ну, допустим, здесь у нас играет куплет. Мы, точнее, начинаем с припева, затем у нас включается куплет, ну и так далее. Они варьируются. Далее у нас есть еще один сэмпл. Такой вот интересный. Также из одной Black Exploitation картины Helmet Knight называется трек. Классный трек. Собственно, он сам по себе уже подходит для того, чтобы под него читать рэп. Но мы из него тоже сделаем луп. Сделаем луп из, ну, вот этого начального фрагмента. Вот так вот. Не мудрство и лукаво, что называется. Просто сделаем такой вот луп. И при помощи фильтра уберем на этот раз низкие частоты, оставим только высокие. Соответственно, в тот момент, когда у нас включается фильтр низкочастотный на наших сэмплах, у нас могут появиться вот эти вот сэмплы клавишные, которые заменят нам наш основной сэмпл из Клеопатра Джонс. Сэмплы не очень сочетаются друг с другом по тональности. Это можно поправить. На самом деле, я это уже здесь делал. Вот у меня готовый проект. Давайте это удалим, просто чтобы не тратить лишнее время. Приблизительно я все сделал. То есть, тему из Клеопатры Джонса поднял на 11 центов, а вот этот вот Херли Мэтт Найт я поднял на тон и еще на 21 цент. Опять же, приблизительно слушая, как это все звучит, получилось вот что. Далее, продюсеры 80-х и 90-х годов, ну, наверное, по большей части 90-х, конечно, ну, как-то старались эти вещи варьировать. Делать это можно было, на самом деле, даже не пользуясь сэмплерами, не пользуясь АКА-ами или SP12, 1200, можно было это делать, делая записи на пленку и как-то вот ее нарезая. То есть, бралась пленка, брался вот этот фрагмент, этот луп, вырезался, буквально вырезался при помощи лезвия, при помощи ножниц, затем дублировался, переписывался еще раз, и еще раз, и еще раз, и эти куски склеивались при помощи обычного скотча. Потом это все вместе начистою переписывалось на новую ленту. И, в общем-то, получался такой луп. Вот таким вот, пользуясь таким вот лупингом, что называется, иногда там где-то придерживая его пальцами, чтобы в звуке появлялась некая такая вибрато, какие-то такие вот, в общем-то, создавая такие вот топорные эффекты, это тоже давало свой окрас, придавало вкус композиции. Но, на самом деле, вся суть была, конечно, не в этом, суть была именно в звуке, который получали мы при помощи этого оборудования. Звучание первых сэмплеров, Akai, EMU, оно, конечно, неповторимое. С ним музыку приходило огромное количество гармоник, обогащений, некого такого хруста. В общем, в музыку эти инструменты вдыхали настоящую жизнь, то, чего может часто не хватать продакшену, который сделан целиком и полностью на компьютере. Нолики, единички, они, конечно, такой жизни музыке дать не могут. Тем не менее, мы это можем все симулировать. Но к этому мы придем чуть-чуть попозже. Давайте посмотрим, что было дальше. То есть, после того, как продюсеры научились делать лупы, они при помощи сэмплеров решили пойти чуть дальше. Если мы вспомним, как выглядит старый добрый Akai MPC, первое, конечно же, что бросается в глаза, это его 16 пэдов. На каждый из этих пэдов мы можем назначить отдельный сэмпл. Сэмпл этот мы можем вырезать из того же самого лупа, которым мы пользуемся. То есть, этот луп мы можем, так сказать, нарезать. Нарезать на части. Взять некие кусочки, которые нам нравятся, и при помощи нажатия на пэды сэмплера сделать новую аранжировку. Помимо того, что в сэмплере было 16 пэдов, в нем также было еще 4 банка. А, Б, С и Д. И в каждый из этих банков можно было загружать по новому, так сказать, паттерну вот этих вот 16 сэмплов. Фактически у нас получалась вариативность 64 различных звуков, которыми мы могли как угодно играть, мы могли их варьировать, расставлять в понравившуюся нам аранжировку и так далее, и так далее. Я нарезал уже заранее вот эту тему из Клеопатры Джонс. Давайте еще раз послушаем, как она звучит. А здесь, загрузив ее в обычный симплер и нарезав на кусочки, просто расставляя маркеры в нужных мне местах, я сделал вот такую вот незамысловатую нарезку на 32 кусочка. Не на 64, а на 32. И с помощью этих вот кусочков я теперь могу сделать какую-то новую аранжировку. То есть, играется все вот таким вот образом. и так далее. Можем как угодно покреативить, попробовать поиграть. Как правило, включается бит, и под этот бит мы пытаемся сделать какой-то новый рисунок из вот этих вот наших сэмплов. Как это все звучит? Давайте послушаем. в итоге у меня получилось что-то вот похожее на такую вот аранжировку. отрежем опять же у этих звуков низкие частоты, чтобы они у нас не конфликтовали с нашим басом. И далее я еще повесил сюда такой небольшой дилей-задержку, которая нам позволит ну так сказать склеить наши вот эти отдельные звуки друг с другом. неким таким вот небольшим коротким эхо они будут переливаться друг в друга и делать такой ну как сказать некое такое представление того, что это самодостаточная такая музыкальная аранжировка, а не нарезка из сэмплов. так это звучит без обработки, без фильтра и без дилея. ну и вот собственно за несколько минут мы с вами проделали путь от второй половины восьмидесятых к второй половине девяностых годов. Подобным способом пользуются продюсеры и в наши дни то же самое можно сделать и с барабанами точно так же нарезать их на кусочки отдельно кик, снэр, хай-хэт и прочие перкуссионные моменты переаранжировать их как угодно и сделать такую вот новую композицию. Является ли это плагиатом, является ли это каким-то ну я не знаю преступлением или каким-то нечестным моментом что мы используем чужую музыку в своих так сказать хорестных целях. Вопрос спорный об этом спорят многие думаю будут спорить еще очень долго тем не менее это целая культура это ее нельзя игнорировать сэмплирование это важнейший и важнейший момент в создании современной музыки важнейшее направление важнейшая техника и это можно сказать уже давным-давно стало искусством. Ну чуть-чуть пойдем чуть-чуть дальше в 90-х годах стали появляться свои так сказать корифеи специалисты профессионалы работы с сэмплами сэмплером один из таких людей это конечно же Джеймс Янси Джей Дила настоящий виртуоз использования своего сэмплера AK MPC 3000 он теперь даже стоит в музее именно он начал первым использовать такой уникальный свинг начал смещать барабаны он перестал пользоваться квинетизацией которые до этого пользовались практически все привязывая к ритмической сетке каждый звук каждый звук барабана каждый звук инструментов он просто от этого отказался и начал барабанить по кнопкам сэмплера приблизительно попадая в ритм где-то он с него слетал где-то он опять на него возвращался но как оказалось это придает звучанию вот ту самую живость человечность что-то такое что ее отличает от такой статичной механистичной компьютерной записи он же был автором так называемого такого вот засвингованного бита который сейчас активно используется в огромном количестве музыкального продакшна мы это можем быстренько сделать при помощи опять же ресурсов Ableton если мы возьмем MPC Swing ну где-то от 56 наверное до 60 вот возьмем 57 допустим и используем их на всех наших сэмплах включая барабаны звучать все будет вот таким образом тогда ну и конечно можем еще повесить сайдчейн у нас есть отдельная дорожка для этого отдельная дорожка на которой я просто создал драмрек и в него повесил один единственный звук кика этот звук я как правило использую для сайдчейна мы просто создаем миди дорожку на нее вешаем ну вот просто пару ударов в сильную и слабую долю этого самого кика и можем выключить на ней звук она нам как таковая не нужна нам нужно только вот этот вот триггер в виде кика который будет включать и выключать наш сайдчейн в качестве сайдчейн компрессора мы пользуемся обычным компрессором Ableton и вешаем его на ту дорожку на которую в общем-то хотим чтобы этот сайдчейн но сработал повесить его можно в разные места попробовать послушать как это все звучит ну допустим если мы начнем с самого начала то есть повесим сайдчейн до всех эффектов до автофильтра и до диле выбираем в Audio From нашу дорожку с барабанами SC я ее назвал ну и далее убираем колено делаем быструю атаку относительно быстрый релиз выкручиваем отношения в бесконечность ну и вот слушаем что у нас получается можем попробовать повесить компрессор в конец цепочки вот так все меняется его же можем повесить и на нашу дорожку с басом точнее с нашими сэмплами с которых мы сделали бас тоже можно попробовать повесить его в начало повесить его после фильтра повесить до ну особой разницы нет составим здесь пусть тут висит с а да ребяти ? ПО О О О О О О О О О вот что у нас получилось друзья давайте включим везде этот свинг это можно сказать такое сэмплирование в лоб если идти более креативным путем конечно хочется эти сэмплы каким-то образом замаскировать может быть их видоизменить до неузнаваемости так сказать сделать из них какой-то может быть отдельный музыкальный инструмент и дальше положить их в основу музыкального произведения либо сделать их неким таким сопутствующим элементом как угодно в общем здесь уже все зависит от того какого результата мы хотим добиться ну тем не менее мне кажется получилось интересно познавательно и музыкально на курсе создания современной музыки сэмплирование одно из важнейших занятий и им занимаемся достаточно долго исследуем все его аспекты все его нюансы и ну занимаемся им довольно продолжительное время до буквально наверное уже где-то с ну с первой части курса мы уже в это погружаемся это на самом деле очень интересно очень креативно в марте месяце начинается новый поток и я с удовольствием друзья с вами на эту тему побеседую на тему сэмплирования на тему современной музыки о том как она создается расскажу вам обо всем все секреты и тайны все вам раскрою изучим все досконально начиная от того как композиция создается заканчивая тем как к ней применяется динамическая пространственная обработка что такое сведение мастеринг и как в общем то все довести до ума и как в музыкальной композиции что на самом деле самое главное нащупать себя как найти свой собственный стиль как сделать так чтобы музыка за вас говорила о том кто вы такой того чтобы она выделялась вот в этом огромном огромном море океане современных технологий современной музыки на этом на сегодня все друзья спасибо большое что были со мной записывайтесь на курс сделать это можно на сайте beyond music.ru там же можете задать все волнующие вас вопросы можете найти меня и мой курс в соцсетях также можем пообщаться с вами там как вам будет удобно всем доброго друзьям до скорых встреч слушайте хорошую музыку пока